Всем привет, с вами Анечка Мартынова и сегодня я сделаю урок о том, как делать схемы с бисера. Вам не надо рисовать их на листочке и сканировать, либо фотошопить, либо корил дров или еще другие программы. Вам не нужно ничего этого знать. Главное это иметь офис Word, а я думаю он есть у всех. Да, я так думаю. Вот, и сейчас я покажу, как это делается в моем 2010-м. Ниже версии тоже можно делать без проблем, там во всех есть рисование, правильно? Ну только в 2010-м там уже готовы стили, так что там покрасивее будут ваши бусинки. Вот, итак, вперед, приступим! Создайте пустой документ Word. Берите вкладку Вставка, выберите Фигуры, Схемы. После этого настройте параметры, чтобы круг был симметричен. Дальше можно менять стили, тут есть готовые заготовки. Я очень люблю вот этот вот красненький, как бы фигура ваша объемная. После можно копировать и вставлять подобные фигуры. При этом можно в виде указать сетку, чтобы вставлялось все очень ровненько. После этого мы переходим опять в вкладку Вставка и выбираем Кривая. Ей мы покажем, как мы ниткой или болезкой через эти бусины проходим. Дальше идем в редактирование рисунка. И эту кривую можно выбрать толщину линии, штриховку разную абсолютно. И стрелочки. Как вы видите, здесь как бы есть заготовки все. Можно устраивать свои, а можно уже пользоваться готовыми. Дальше. Видите, что фигуры все неупорядочены. То есть мы должны нажать шрифт, мышкой выделить все и нажать группировать. После этого мы можем перетаскивать как угодно, вертеть рисунок и растягивать. Потому что это векторная графика и качество не будет меняться. Это, конечно, плюс. Дальше. Разгруппируем их так же само. И можно уже редактировать каждую отдельно фигуру. После чего мы должны будем опять все сгруппировать. И скопировать. Создать на рабочем столе новый точный рисунок. Открыть его с помощью стандартного пейнта. И вставить. После чего мы просто сохраняем рисунок. И у вас есть готовая картинка. Надеюсь, вам понравилось. И теперь в интернете будет очень много новых идей и схем. Оставайтесь саником. Заходите на мой блог Анчикнет. И подписывайтесь на мой канал на ютубе. Всем пока.